внимание дисклеймер данный видос был заснят где-то осенью твич девятнадцатого года поэтому убедительная просьба не удивляться всему тому бреду что этот идиот говорит спасибо за внимание еще не ожидали да а вот он я в оплате да вы скорее всего спросите где-то сука был но я ничего не отвечу потому что майнкрафт пацаны в этой серии мы постараемся сделать какую-нибудь очередную непонятную херню погнали у нас не доделана до сих пор то гребанная ферма я хуже чё с ней делать прошлых сериях мы доделывали ферму и тут стало довольно много животных очень много животных вот это херовина по моему как это сказать работает она не работает это уже не важно она стоит хотя знаете нет она все же работает у нас есть порох у нас есть кости у нас даже стрелатые неплохо неплохо на действительно вообще я планирую сходить в шахту потому что попуг попуг дорого потому что ресурсов ну они как бы есть но их как бы нет каменная кирка возьмем ее с собой почему нет где это вот уже плохо то есть вот угля нет это очень херово и тут же он сделал себе слишком дохера факелов big brain ну все думаю еды и все прочего мне хватит поигравший на версии 172 я понял что майнкрафт очень сильно изменился если что мы сейчас играем на версии 1 14 4 по моему самая последняя версия вроде хорошо что майнкрафт обновляется мне нравятся все эти новые штуки это все прикольно так классно просто кайф на кайфу что типа почему он стал лагать больше даже на мощных компах он теперь лагает может быть не на всех но нам ноги это как вы понимаете не есть хорошо с проблема как бы современности сидеть чуток железо почему я здесь прошел типа его кила поставила железо не добыл что слишком умный был когда-то в принципе я сейчас big brain а вот ты где иди сюда скобина у да он тут не один и факин сериас ли прошел в жопу слушай я тебе сказал не подходи ко мне не трогай меня даже не смотри в мою сторону крипа ну ладно пусть так мы на нормальной сложности играем что лет просто что-то страшно слишком блин многих версиях когда ты на шифте ты типа на пол блока опускаешься так непривычно короче ребята 172 топ версия не верьте никому 172 это наше все 114 это ничего не приговор уголь копаю уголь всяких таких дырках как бы рекомендую ставить факелла потому что они могут спавниться нам это не очень приятно дать ему бы спавниться там где-то прокопал и они оттуда выходит и потом ты убираешь ну кому понравится когда ты умираешь из своей же ошибки типа это никому не нравится можно потом чарование сделать если наибудь дохера у меня есть это лол мне просто надо все это сюда перенести много железа действительно много железа много железа много угля а можно не надо такие звуки делать пожалуйста как бы неприлично меня дети смотрят все же мне просто самому страшно кстати сразу извиняюсь за проблемы со звуком если они у вас могут быть просто очень сложно настроить микрофон на всем таком новом стоп да я здесь был я здесь чуть не сдох я не думаю что мне стоит туда идти блин очень странно когда на шифт нажимаешь как будто бы ты превращаешься в гребаного хоббита это неприятно кстати пока я тут копаю можем немножечко с вами поговорить так скажем обсудить все что произошло за последние месяца 23 в общем я собрал кто понял что я собрал тот понял что я собрал как видите теперь все работает очень даже хорошо может быть даже на рендере вы не будете видеть всяких скажем пикселей суть в том что теперь у меня в майнкрафте 60 fps и даже шейдерами не знаю кринжова как-то хвастаться таким в 2019 году нихуя себе вот это я конечно сходил шахт выходим отсюда по-бырому убегаем на улице ночь ну собственно guess i will die сейчас будем юзать будем смотреть как он работает главное на крипера не наткнулся потому что я не хочу тысячу раз перекапывать закапывать это гребаная местность меня это уже если честно не впечатляет манера твоя взрывоопасная вот это вот клоунская а нет они все равно спавницы сволочи ну-ка я со вкус вообще много чего изменилось майнкрафте вот всякие что-то было попуг не делать такие звуки пожалуйста а лук слушайте имба я недооценивал его мощно теперь я понимаю полностью стоит видите ли он там стоит этот губы окей ладно мистика горо а да я еще забыл тут по моему вот это вот есть не делай такие пожалуйста мне страшно вот это я сходил шахту называется вот это я вот понимаю как бы не у меня до инфаркта доведет что теперь специально будет это звук издак какая сволочная птичка мне попалась однако ладно вот лай как собака это это более-менее я кстати знаю как его назвать попугая наверно назову васян собаку назову имя жора для тебя слишком имбовая поэтому ты будешь гашан гашан нормально пойдет всего четыре нити это очень плохо подожди шерсть нельзя же на нет нет нельзя фак а нити можно добыть только шахтах из пауков ну капец короче нескоро у не будет назначить и все прочее посмотрите как тут теперь нормально так все растет особенно арбузы еще вроде не сезона арбузы уже растут неплохо на улице зима я вот смотрю на это у меня глаз просто радует какая уже можно просто вот брать так собирать ходить по этому полю говорить насколько жизни хороша все а жизнь действительно хороша потому что вы посмотрите как много посмотрите как много офигеть можно просто офигеть ну кстати тропическая диаз зачем его здесь посадил у меня вопрос я же нет бабок люблю есть бабы нет у меня нет бабок ватафак ну шо за бабами да теперь плавание стало намного быстрее если ты конечно умеешь это делать дай теперь рыба тут короче можно прям убивать все я не понимаю смысл рыбы вот в майнкрафте это очень зачем зачем она здесь нужна типа легкая добыча рыбы по сравнению с удочкой а какой смысл от этого можем не состыковочка так много добывать не буду так же фига ух ты а тут красиво вот можно уйти из джунглей но джунгли всегда останутся внутри тебя первое правило чё вы сидите да тут без крова наверно вам тут холодно да но если дети я не буду делать крышу наверно две рыбы деть столько железо я железный магнат я просто железный человек и угля у меня теперь достаточно она пойду провешиваю какао-бобы отлично один из них сразу начал расти интересно полем хорошая шахта попалась как бы производителю шахты как бы респект на самом деле нормальная фирма советую покупать шахты у этого продавца на алиэкспрессе как бы нормальные такие но может конечно брак попасться в 50 процентов случаях но это ничего как бы можно сделать возврат средств наверно я не проверял алиэкспрессе как бы